Итак, друзья, у нас есть четвертый матч московского дерби, плей-офф в 1-8 финала, плей-офф в 1-8 кубка Гагарина, друзья, четвертый матч между московским Спартаком и московским Динамо. Динамо просто феноменально смог отыграться московский Спартак в первом домашнем матче с Динамо, проигрывали 3-0, друзья, и вот каким-то чудеснейшим образом смогли в овертайме одолеть московское Динамо, друзья, и сократить счет серии до одного выигранного матча, ну 2-1, то есть. И сегодня получается у нас второй матч, и хотелось бы посмотреть, как будет сегодня развиваться событие вот в этом московском дерби, где, понятное дело, что фаворит именно московский Динамо, но все равно. Есть чуйка у меня, что все-таки хорошо покажет себя московский Спартак в этой серии. Показывает нам Влад... Владимир, Крикунова нам показывает. Ну, во всяком случае, что-то здесь он очень молод для Крикунова. Крикунова все-таки помладше и постарше будет. Динамо-Москва! Ладно, не суть. Наш матч начался, и сразу с атака с московского Динамо. Первый же здесь Хохлачев перехватывает. Даугвинж бросает и сразу же забрасывает первым же броском, и московский Спартак выходит вперед в нашем матче. 1-0. Каспарс-Далгвинж бросает, и здесь Бочаров не смог справиться с этим броском. Кстати, я хотел вместо Бочарова поставить... Да, я не могу настроить, к сожалению. Ну, да ладно. Вместо Бочарова хотел Еременко поставить. Зубов выигрывает в сбрасывании педан. Дальше здесь его цепляет Чайковский. Чайковский бросает, и здесь Кутеки не дает добить Динамовцу. Показывает нам Олег Знарка. Что-то уже... Какие-то напутственные слова какие-то на наставлении уже по началу матча уже какие-то есть дополнительные, походу. И Динамовцы просто шайбу отбрасывают. Панкратов. Шайба не доходит до годочика. Ганзл еще один бросок с неудобной руки. Хороший динамичный хоккей у нас. Тарасов. Так, Ганзл. Кутейкин. Кутейкин просто шайбу выбрасывает в зону. Тарасов. Моисеев. Бросок Моисееву не приходится в створ. Лямин. Панкратов совсем с отрицательного угла бросал. Ну, хотя бы вбрасывание заработал за не соперника. Столяров. Апальков выигрывал в брасывании. А здесь Столяров что делает? Просто отдает шайбу почему-то своему сопернику. А здесь бросок приходится чуть ли там не в перекладину. Обратная атака. Столяров. Отдавал передачу. Галимов здесь. Никонцев бросает. Григорьев здесь на подборе. Ну, а шайбу отбрасывает не туда и здесь. Мусин нужно бросать. Или Галимову нужно бросать. Зачем отдавали передачу? Непонятно. Апальков. Муранов бросает. Индершис. И там команды. Так. Галимов. Отдает на Столярова. Столяров. Капитана. На Никонцева. Здесь как-то Бочаров не особо уверен. Эту шайбу принял. А здесь у Игумова был момент. Брюквин полагалов полагалов. Неудобный. Но шайба очень гала. Шла к воротам. И спокойно отразил ее. А здесь что-то разбросались наши игроки. Из той и другой команды. Бросок за броском. А это что там сзади знака? Что за болельщик такой? Не переставляет мне его. Не перестает меня удивлять. НХЛК, конечно. Шипачев. Идет вдоль борта. Идет, идет, идет. Бросает. Не совсем опасный. Но в бросок все-таки засчитают. Как бросок створ. Да, вот этот самый момент. И здесь Максим Гончаров дал спокойной игры. Шипачеву. Центр форвардум Московского Динамо. Шипачев. Петерсон. И кто-то должен быть с третьей. Сейчас узнаем. Карсунс пока. Бросает. Бросил так, что аж из зоны вылетела шайба. Здесь Петерсон будет первый. Но здесь Далговин. Шиво просто сминает. Хёрстли отдает на Малыхина. Да, передача была, конечно, хорошая. Но ее очень легко перехватили. Брюквин. Брюквин снова отдавал передачу. Но и Гумнова. И Гумнов. Брюквин. Хорошо. Хорошо разыграли. И Гумнов бросал. Прямо, конечно, спиной стоял. На гудочеку. Но все равно. Можно было попробовать забросить. Малыхин. Здесь Федоров не попал. И удаление будет у состава московского Динамо. И Гумнов удаляется. За атаку игрока. Так. Хохлачев на выбрасывании против Шипачева. Выигрывает Хохлачев в брасывании. Далговинш. Ну, здесь, опять же, было все очень остро для того, чтобы забросить. Хёрстли будет первым. Отдает передачу. Немного неточный. Но Хохлачев справился. Дальше на Далговинша. Хохлачев. Далговинш очень хорошо прошли. Здесь просто... Как... 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 Далгову какую-то, если честно. Они... Так, столкнулись. Бочарова так все отскочили. Не знаю. Нереалистично здесь сделано. Друзья, первый период у нас заканчивается. 1-0. В большинстве начнут второй период. Московский Спартак. Давайте быстрее переходить к нему. И... 93-й. Это Хохлачев проигрывает в брасывании Шипачева. Так. Просводит шайбу... Точнее, Шипачев с шайбой. Здесь гудочек отдает на Далговинша. Карсумс. Хохлачев. Ну, опять-то, серия непонятных передач, которая не приводит ни к чему. Нужно как-то более действовать менее. То пасы прям некоторые вообще непонятные. Хохлачев бросает и вторую шайбу сбивает. Странно. Вроде бы как хорошо действовал Бочаров, но вот этот бросок он не смог парировать. И таким образом 2-0 уже выходит вперед московский Спартак и... уже серьезная заявка на победу. Так, Кутейкин. Так, Лямин. Тарасов отдает передачу, но... Не доходит шайба. Ганзел. Ганзел сам бросает и добит. Да, 3-0, друзья. Робин Ганзел с кистей пробовал пробить Бочаров. Вот этот момент он бросает и здесь тут же добивает. Спокойно дают Михал Чайковский это сделать. И 3-0. Очень-очень весомая заявка на победу в этом матче. И сравнять счет в этой серии. А Пальков выигрывает сбрасывание у Столярова. Григорьев бросает, но даже створ не выпадает. Здесь Никонцев, Галимов. Ошибка. Столяров с шайбой. Бросает Столяров, попадает в защитника. А Пальков сам бросает. Столяров, Никонцев. Бросает Никонцев. Но Шайба отбивает Бочаров. Так, здесь серия просто куча добиваний, но все равно справляется. Гудучи пока молодчиком действует. Показывает нам Никонцева. В этом матче пока не отметился результативными действиями. Но я думаю, все впереди. Шипачев выиграет очередное бросание. Миронов, Петерсон. Петерсон бросается с такой близи и не попадает в ворота. Потому что Шипачев пытался из-за ворот забросить шайбу. Гудучи к нам показывают. Пока неплохо очень действует голкипер Московского Спартака. Снова Шипачев. Очень много, конечно, и у Шипачева игрового времени. Хиетанин. Малыпин. Федоров. Все-таки так и хотел она дать эту передачу на своего напарника по команде. Не знаю, стоило ли. Петерсон бросает. О, хороший кистевой бросок получился у Петерсена. Еще один момент возникает возле ворот гудучика. И видно, что динамовцы немного давят. Панкратов. Моисеев. Не дает здесь спокойно пройти Моисееву. Кокарев. Проходит. Лямина прошел. Бочарова не смог обыграть. Гандал нам показывает. А вторая одной из шайб. Третий. В нашем случае. Так, Хохлачев выиграл бросание Гончаров. Карсумс бросает с кистей. Попадает с внешней стороны сетки. Ой, какая ошибка. И как здесь Хохлачев не забросил. Хороший был момент. Конечно, с ошибки динамовского защитника был этот момент. Но все равно. И хорошо здесь. Тул Бочаров. Даугвинш. Бросает. Попадает Миронова. Миронову нужно сразу же. Быстрее. Передача на сорокового. Здесь будет первым, наверное, защитник. Да, все-таки. Да, проброс фиксируется. И, да, огонь еще не успел все-таки быть первым на этой шайбе. Панкратов выигрывает бросание Лямин. Лямин попробовал бросить, чтобы здесь сделать Столяров. Бросает. Но можно было все-таки отдать, конечно, передачу на фланг. Но решил по-другому. Нападающий Спартака. Пальков выиграл брасни. Индршес идет по борту. Что будет делать? Отдавал снова передачу непонятную. Зубов. Ой, у Кокарева какой момент. Да. Что-то я беру свои слова обратно у Спартака. Вот сейчас вот они переигрывают немного динамовцев. А Пальков. Один стоит Индршес бросает. Но не в тот угол он бросал. И сейчас нужно было бросать противоход. Он бросил ближний угол. Игра вот-вот начнется. Снова у нас выбрасывание у ворот Спартака. И Полыгалов вместе с Столяровым. Со Столяровым. А Мусин что сделал? Непонятно. И Гумнов здесь. Мусин отдает передачу назад за ворота. Галимов. Так, Столяров. Столяров отдает на Никонцева. Но совсем был уже острый угол. И Никонцев в ворота даже, наверное, не попал. Попал с внешней стороны. Хороший бросок. И там Гудочек как затащил. Я прямо отсюда видел, что там шайба была прямо на линии ворот. Да, и Гудочек оставляет пока свои ворота в неприкосновенности. И Панкрат в основном на выбрасывание. Кунчеров. За ворота дают на Федорова. 56 секунд остается у нас во втором периоде. И с завидным преимуществом прошло этот период за Спартаком. Хотя и я очень на другой рассчитывал, конечно. Думал, что динамо сейчас пойдут вперед. Второй период у нас закончен, друзья. 3-0 пока ведет Московский Спартак. В четвертом матче плей-офф 1-8 куба Гагарина. Не напоминаю, что серия идет до 4-х побед. И пока 2-1 Московская Динамо ведет в этой серии. И один матч выиграли у себя дома Московский Спартак. И два, соответственно, выиграла у себя дома Московская Динамо. Таким образом, счет как раз-таки 2-1. И вот четвертый матч. Снова у Спартака дома. И посмотрим, как пока что эти команды себя в реальном матче. И будет здесь офсайд, если наши все красные зайдут за синюю линию и возьмут шайбу. А здесь Петерсон в хороший момент. Но с неудобной руки бросал. Снова неудобно. Немного броски получается у Динаусов. Алексеев бросает. Нет, не дает бросить. Карсун с Хохолачев. Поймал здесь его Чайковский. Петерсон. Панкратов. Моисеев бросает не очень сильный, не очень, точнее, опасный бросок. И приходится фалить хоккеисту на Спартака. И вот оно, вот он шанс. В начале третьего периода забросить шайбу. Уже переломить ход встречи. Но здесь Кутейкин первый. И шайбу выбрасывают из зоны. Здесь еще Зубов, возможно, будет первым. Да, Зубов первый. Да, хорошо, хорошо действует Зубов. Но хотя бы какое-то время он скоротал в зоне своих соперников. Соответственно, меньше времени осталось. Минут 40 всего. До выхода Карсунса. Карсунс, по-моему, удалялся. Да, выбрасывают шайбу Зубов. И снова заново приходится начинать с Динамовцем. Тарасов. Ну, оффсайд будет. Нужно выбрасывать, да, шайбу. Кокарев будет первым. Нет. У Зубов момент. У Зубов момент. И попадает он в защитника. Апальком. Индершис. Тарасов. Тарасову нужно бить быстрее. Бедан выбросит шайбу Зубов. Да, выбрасывает. Здесь Кокарев даже первым был. Еще дальше. Пробросил шайбу. Кокарев снова. Да, у Кокарева хороший момент. Кокарев еще один бросок. Хорошо отрабатывает Кокарев, конечно. Бедан бросает. И Бочаров фиксирует шайбу. 3-0 у нас до сих пор. Сейчас состоится в Брасовом. Так. Столяров. Тришин. Никонцев. Панкратов. Никонцев. Никонцев. Это проброс. Это проброс. Так. У нас был проброс, я так понимаю. Пробросились здесь Спартаковцы и Столяров на выбрасывание. Выигрывает его. Дальше отдают на Галимова. Галимов идет вдоль борта. Что будет делать? Пытается бросить еще один бросок. И вот, если бы 12 номер смог бы добить Никонцев, да, то однозначно было бы 4-0. А так, Мусин просто шайбу выбрасывает в зону из своей зоны. Григорьев. Полагалов. Брюквин. Будут делать. Тришин. Никонцев. Галимов. Никонцев будет бросать. Бочаров фиксирует шайбу. Так. Малыхин. Брасывание Гончаров. Да, и с неудобной руки снова бросает Юнков. У Юнкова есть момент. Знаете, так и не сказать, что прямо динамовцы особо торопятся возвращаться в игру. Счет 3-0. Осталось 6 минут. И пока никаких, если честно, предпосылок о том, что динамовцы хотят сравнять счет, вообще нет. Тут Спартак давит. Да, вот если бы еще сейчас попали бы. Федоров. Перекладина, друзья. В перекладину попал Федоров. Момент за моментом возникает возле ворот белосиних. Чайковский отдает Панкрату. Панкрату бросает Гудочек, ловит шайбу. Юнков. Вот, сейчас очень важный сейв сделал, конечно, Гудочек. Федоров. Что делает? Отдает защитник у динамы. Ну что так? Гончаров. В чем-то Гудочек показывал, как будто будет проброс. Не знаю почему. Малыхин. Отдает на Юнков. Вот как они хорошо разыграли. Я думал, не будет передачи на Федорова. Григорьев. Малыхин. Бросок. Не пропадает створ. Федоров. Малыхин. Еще раз хотел бросить Малыхин. Так. Блин, прошу прощения, приболел чуть-чуть. Бросай поворот. Так, Ягумнов. Еще один бросок. Еще одно удаление за атаку игрока. Зубов удаляется у нас. И за 46 секунд до конца, вот, 2 минуты большинства еще возникает у динамо. Но, мне кажется, здесь с легкостью отобьются. Спартаковцы, что-то не получается в этом матче ничего у динамовцев. И 3-0, пока они летят во втором матче. И есть вероятность, что 2-2 станет счет. Да, Пальков. Так, отдавал здесь Кутейкин, перехватил. Сразу же шайбу выбрасывают из зоны. В принципе, понятно. Кокарев дальше. Кокарев что-то делает непонятно. Гудочек, да, здесь прижмет шайбу. Ну, 20 секунд, друзья, всего остается. Нам показывает повтор. Гала. А, это у нас кто? Карсумус, да, наверное? Был, да? Первый шайб забросил. Хлочев, Херсли, Гончаров и Карсумус. Гончаров нужно выбрасывать шайбу, но не таким, конечно, образом. Ну, ладно, шайба вышла из зоны. Ну, да ладно, друзья. 10 секунд остается до конца матча. Здесь еще одна потеря. Хлочев не попадает по воротам. Ну, что, друзья, наш матч подходит к концу. Петерсон последней возможности есть. И здесь какая-то перепасовка была. Нужно было попадать по воротам, друзья. Московская Динамо одержит победу в четвертом матче. И сравнивает счет в серии 2-2 в нашем случае. Посмотрим сегодняшний матч, который стартует в 17 часов по московскому времени. А я хочу вам сказать большое спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И ждите новые видео по игре НХМ-09. Наш плей-офф в самом разгаре. Заканчивается первый раунд. И надеюсь, будет много интересных серий во втором раунде тоже.